Здравствуйте, дорогие мамули и детки! Меня зовут Синицына Ольга Николаевна. Я заведующий филиалом номер 4 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники. По профессии я врач-педиатр и врач-инфекционист. А сейчас я расскажу о гриппозных вакцинах. Многие вокруг меня постоянно сомневаются, нужно или не нужно вакцинировать себя и своих детей против гриппа. Для меня ответ однозначный. Я сама каждый год вакцинируюсь против гриппа. Мои дети, мама обязательно проходят вакцинацию против гриппозной инфекции. Вы скажете, что вирус гриппа изменчив. Да, изменчив. Вирус гриппа изменчив. Однако человечество научилось следить за вирусом гриппа. И во всем мире постоянно на протяжении всего года происходит мониторинг гриппоподобных и гриппозных заболеваний. В течение года, в том числе в нашей стране, берутся смывы, выделяются вирусы от пациентов с гриппоподобными заболеваниями. Эти вирусы в Республиканском центре микробиологии и эпидемиологии выращиваются, составляется их паспорт. Они отправляются образцы вирусов с генетическим паспортом в Москву, оттуда в Женеву. В Женеве, в Центре профилактики гриппа, при Всемирной организации здравоохранения, производится анализ всех вирусов, циркулирует во всем мире. Составляются прогнозные карты, какой вирус будет вызывать эпидемический подъем. Как правило, за последнее время ученые не ошибаются. Всегда считается, что самых активных вируса гриппа 3. Один какой-то грипп АH1N1, какой-то один из этих штаммов. Какой-то штамм вируса АH3N2 и один из штаммов вируса гриппа В входит в вакцину. Правда, в последнее время отмечают, что четвертый вирус гриппа, какой-то второй вариант гриппа В, также имеет право на активность, и некоторые страны уже переходят на четырехкомпонентные вакцины против вируса гриппа. Кто подлежит прежде всего вакцинации? Беременные женщины, особенно во втором, третьем триместре беременности. В две своих последних беременности я вакцинировалась против гриппа, хорошо переносила в поствакцинальный период, и я знала, что мой ребенок получит антитела и родится с защитными титрами антител против уже трех штаммов вируса. А значит, если возникнет какое-то неблагоприятное стечение обстоятельств, мой ребенок будет уже защищен от вируса гриппа. Потому что следующий возраст, когда можно вакцинировать младенца, это 6 месяцев. Начиная с 6 месяцев и до 6 лет, я рекомендую вакцинировать всех деток, потому что дети очень плохо переносят грипп, и еще они обладают такой одной очень уникальной особенностью. Ребенок, перенесший грипп и выздоровевший от него, еще примерно 7-10 дней является заразным для окружающих. Классическая ситуация. Ребенок ходит в сад, заболел гриппом, поправился, все его жалеют. Приехали наконец-то бабушки, дедушки, обняли, поцеловали и заболела вся родня. Значит, беременные женщины, дети младшего возраста и обязательно лица старше 65 лет, здоровые, ничем не болеющие, но имеющие уже возрастные особенности иммунной системы, для них перенесенный грипп может быть причиной инсульта, инфаркта, реактивации онкологического заболевания, либо активации онкологического заболевания. Заботьтесь о своих дедушках и бабушках, рекомендуйте им вакцинацию против гриппа. Какие есть вакцины? Живые вакцины с интерназальным введением очень хорошие для взрослых людей. Чем хорошо? Закапал в нос, защитил входные ворота, сформировал местный иммунитет, сформировал общий иммунитет. Какие есть особенности у живых вакцин? Они имеют право вызвать гриппоподобное заболевание. Может быть, одном, может быть, подъем температуры. Я всегда рекомендую, если вы запланировали в этом сезоне вакцинироваться живой вакциной, сделайте это в пятницу, сделайте это, может быть, ближе к обеду. У вас вечером будет возможность отдохнуть. В субботу запланируйте себе такое важное занятие, как весь день пролежать в кровати, пить вкусные чаи, читать интересные книги, любимые сериалы. И тогда, в вакцинальный период, у вас пройдет более гладко. Но мы живем в интенсивном мире. Когда мы сегодня сделали прививку, а завтра нам надо быть на работе, послезавтра нам надо лететь в командировку. И поэтому, конечно, самые популярные вакцины – это безживого вируса, это расщепленные вакцины, где вирус не просто убит, он расщеплен. Нет РНК-вируса, а только поверхностные антигены. Называются расщепленные или сплит-вакцины. Это флюорикс, флювоксин, ваксигрипп. Вакцины, которые содержат только поверхностные антигены, гемоглютинин и нейроминидазу. Это инфлювак и российский гриппол. Эти вакцины показаны как беременным, так и детям с 6 месяцев. Что надо знать, что деткам, которые первый раз вакцинируются, вакцинация проводится двухкратно с интервалом в 4 недели и половинными дозами. Ваш доктор, ваш участковый педиатр вам подскажет, какую лучше выбрать вакцину и схему вакцинации, наиболее приемлемую для вашего возраста. Заботьтесь о себе и своих близких. Спасибо за внимание. Всем мамулям и деткам я желаю здоровья и хорошей переносимости вакцин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова